Фильтрация в небольшом, как сейчас модно говорить, наноаквариуме То, конечно, удобнее и практичнее в нем будет установить внешний фильтр Ну или навесной, к примеру Тем самым минимизируя наличие оборудования в самой банке Если речь идет об аквариумах 300 литров и более Помимо фильтра можно сконструировать сам Но что делать, если речь идет о маленьком аквариуме 20, 30 или 50 литров? Как правило, большинство новичков как раз и начинают с таких объемов Конечно, на такой аквариум можно приспособить крошечный навесной фильтр И, возможно, в будущем, если для вас это будет актуальным Я сделаю несколько обзоров на навесные фильтры Но именно сегодня хочу поговорить с вами о внутренних фильтрах Их функциональности Сделать сравнение некоторых производителей Да и вообще рассказать, чего стоит ждать от внутреннего фильтра А чего не стоит Итак, поехали Нужна ли фильтрация в маленьком аквариуме, спросите вы Ответить однозначно на этот вопрос сложно И вот почему Удержать баланс в малом объеме не так уж легко, как кажется поначалу Как правило, неопытный аквариумист, покупая аквариум объемом в 20-30 литров Хочет видеть в нем изобилие рыбы и, мало того, еще и растения Такой расклад бывает непосильным иногда даже для опытного аквариумиста Так что, если вышесказанное хоть как-то к вам относится То фильтр в вашем аквариуме обязательный Если вы приняли решение завести аквариум, но не знаете, какое оборудование подобрать Пишите мне в любой удобной для вас соцсети Желательно в Телеграме или Фейсбук Ссылки вы найдете в описании канала И я с радостью вам помогу с этим Мало того, если вы будете покупать оборудование в интернет-магазине Аравана То я помогу вам получить очень хорошую скидку Как? Пишите мне и я с радостью вам все расскажу Друзья мои, на самом деле скидки могут быть настолько существенные, что это может вас приятно удивить Так что пишите Решим все на месте Итак, в чем же заключается работа внутреннего фильтра? Наверное, сразу хочу вас разочаровать Но, как правило, от внутреннего фильтра ждать качественной биофильтрации будет глупо Конечно, что на фильтрующей мочалке в любом случае поселятся полезные нейтрифицирующие бактерии Но ее площадь настолько ничтожно мала, что даже один малейший перекорм с легкостью пошатнет биобаланс вашего аквариума Как правило, в наноаквариуме для того, чтобы сбалансировать мини-экосистему используют специальные грунты в виде гранулированного торфа или крошки вулканической лавы И основная функция внутреннего маленького фильтра в таком аквариуме будет заключаться в механической очистке воды и ее циркуляции Всю остальную работу сделают грунт и улитки, живущие в нем В отдельных случаях внутренний фильтр можно использовать как источник подачи воздуха в аквариум Но, как показал мой личный опыт, фильтрующим наполнителям свойственно забиваться в самый неподходящий момент Что приводит к падению мощности и прекращению подачи воздуха Так что доверять внутреннему фильтру любого производителя в этом плане я бы не стал Итак, первое, что нужно проверить при покупке фильтра для нашего аквариума Это качество материала, из которого он сделал Пластик не должен источать никаких запахов Если при выборе фильтра вы чувствуете неприятный запах пластмассы То она может быть токсичной и непригодной для использования в аквариуме Это не относится к европейским производителям А вот Китай вполне может понаделать бюджетный фильтр Качество от сборки тоже является фактором, на который стоит обратить внимание Разлетающийся фильтр с присосками, которые не удерживают его на стекле Я уверен, вам тоже не нужен Да и шум при работе будет создавать лишний дискомфорт Перед тем, как определиться с выбором фильтра, нужно понимать, что он должен быть достаточно мощным и иметь большую площадь фильтрующего материала Не стоит покупать очень большие и мощные фильтра для столь маленького аквариума Так как сильное течение может создавать дискомфорт рыбкам и растениям Формула для подбора внутреннего фильтра проста Он должен прокачивать от 5 до 10 объемов вашего аквариума в час То есть если у вас баночка на 50 литров, то мощность фильтра должна быть от 250 до 500 литров в час Очень хорошо, если у фильтра есть возможность регулировки потока воды А в комплектации насадка для разбивания струи К примеру, та же дождевалка Этим вы можете подстроить работу фильтра конкретно под ваш аквариум А с помощью дождевалки минимизировать течение В котором, как правило, в маленьких аквариумах нет необходимости Относительно фильтровочных наполнителей Стоит обратить внимание на размер губки и ее пористость Чем губка больше, тем лучше она будет работать в вашем аквариуме Чем ниже пористость, тем чаще вам придется ее очищать Не стоит покупать фильтр с мелкопористой губкой Так как при ее маленьком размере она будет забиваться практически ежедневно А вот более крупнопористая губка со временем обрастет бактериями Которые будут перерабатывать весь собранный в аквариуме мусор И тем самым помогать вам с очисткой воды Внутренние фильтра бывают кассетными и с открытой мочалкой Есть даже гибридные варианты В чем между ними разница? Кассетные фильтра хороши тем, что создаются длинноправленный поток воды на фильтровочный материал И если производитель хорошо продумал внутреннее строение кассеты То, как правило, вся губка используется с максимальным КПД Правда, есть производители, которые не особо заморачиваются этим Вследствие чего наполнители работают всего лишь на 20-30% своей площади И быстро забиваются Еще один плюс таких фильтров в том, что когда вы вынимаете для обслуживания фильтры из воды Вся грязь остается внутри фильтра и не отваливается обратно в воду Ну и последнее Кассетным фильтрам производители создают определенный дизайн И, как правило, они выглядят стильно и не всегда есть необходимость их прятать из виду Фильтра с открытой мочалкой являют собой помпу, которая крепится на стенку аквариума На которую, в свою очередь, одевается мочалка Большой плюс такого фильтра в том, что объем фильтрующего материала всегда можно увеличить или уменьшить Но, в отличие от кассетных фильтров, при обслуживании грязь частично отваливается с мочалки и попадает обратно в воду Ко всему сказанному, такие фильтра выглядят достаточно громоздко и непривлекательно Комплектация любого фильтра имеет большое значение при покупке Так как позволит вам подобрать его работу конкретно под ваш аквариум К примеру, направить струю в нужное место или уменьшить течение Дать возможность дополнительно аэрировать воду в аквариуме Или закрепить фильтр не только на боковую стенку Как правило, все производители пытаются впихнуть в комплектацию к фильтру насадку для обогащения воды воздуха Но стоит понимать, что далеко не каждый фильтр качественно справится с этой задачей Плюс ко всему, такая рация достаточно шумна На сегодняшний день на рынке аквариумного оборудования очень большое разнообразие фильтров разной конструкции и функциональности Как же сделать выбор в правильную сторону? В предыдущих видео я делал обзоры на дюжину фильтров китайского и европейского производства Ссылки на них я оставлю в описании этого видео Так что заходите, смотрите, я надеюсь, мои обзоры помогут вам сделать правильный выбор Цена фильтра далеко не всегда оправдывает ожидания Если сопоставить таких производителей, как и Хейм, и Атман То оборудование последнего в 5-7 раз дешевле своего европейского аналога Конечно, за большие деньги вы получите модный и необычный дизайн Качественную сборку и хорошую комплектацию, которую не факт, что будете использовать у себя в аквариуме Но основная функция внутреннего фильтра, циркуляции и очистки воды И если сопоставить разницу в цене даже в 3-5 раз, то европейский аналог точно в 5 раз не будет работать лучше Основные деньги вы платите за торговую марку, имя которой посредством маркетинга сделал себе производитель Я не хочу сказать, что не стоит отказываться от Акваэля или Хейма Ни в коем случае, друзья мои Как правило, ассортиментный ряд того же Эхо достаточно узок А все потому, что разрабатываемое им оборудование практично, надежно, легко в эксплуатации И имеет более тонкие настройки работы, нежели аналоги китайских производителей С другой стороны, даже если учесть, что Китай менее практичен За те же деньги вы можете купить несколько фильтров, которые проработают в общей сложности ничуть не меньшим европейцам Лично я использую оборудование таких производителей, как Атман, Сансан, Акваэль, Флювал и Тетра Каждый из этих производителей в чем-то хорош, а в чем-то уступает другим Тут уже надо смотреть конкретно по тому или иному оборудованию Если рассматривать фильтры компании Акваэль, то на сегодняшний день у меня работает несколько их внутренних фильтров Мощностью от 250 до 2000 литров в час И их работой, в принципе, я полностью доволен Вот, к примеру, сейчас вы увидите фотографию аквариума, в котором работал внутренний фильтр Акваэль Фан 1 Плюс Работал он там более полутора года и прекрасно справлялся со своей работой Из всех представленных в обзорах производителей, именно Акваэль на сегодняшний день имеет самую большую и хорошую линейку фильтров и комплектующих к ним То есть, всегда есть возможность докупить и заменить ту или иную деталь Или расширить функциональность У того же Эхейма все оборудование делается по принципу его логического и функционального завершения То есть, если производитель продумал дождевалку, то, как правило, она идет в комплекте На модели, в которых она не предусмотрена, как правило, даже нет возможности ее докупить и вмонтировать в дальнейшем Если говорить о китайцах, то, как правило, тот же ротор в случае его поломки Вам, скорее всего, придется докупать из аналогов и, возможно, даже другого производителя Но, учитывая дешевизну самого оборудования, тут срабатывает правило проще купить новый и не заморачиваться Друзья мои, я надеюсь, видео вам было полезным и поможет выбрать хороший и функциональный фильтр для вашего наноаквариума в дальнейшем Буду признателен, если вы подскажете мне обзоры, на какое оборудование вы хотели бы видеть в следующих моих выпусках Ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала Желаю всем добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok